Дом 2 в свое время бил все рейтинги по просмотрам. Шоу можно было либо любить, либо ненавидеть. И хейтеры, и поклонники все равно следили за происходящим на телестройке. Мы решили вспомнить самых ярких участников. Удалось ли им построить жизнь своей мечты за периметром Виктория Боня. Виктория Боня пробыла на Доме 2 относительно недолго. Сразу было понятно, что девушка пришла за популярностью, а не отношениями. После прощания с проектом Виктория попала в мир шоу-бизнеса и познакомилась с миллиардером, от которого впоследствии родила дочь. Их союз распался, но Боня прочно обосновалась в Монако. Ей удалось стать одной из самых медийных персон в России. Только в социальных сетях на нее подписаны более 6 миллионов человек. Нелли Ермолаева. Нелли во времен проекта делала ставку на успех. С Никитой Кузнецовым, за которого девушка вышла замуж на Доме 2, у героини ничего не сложилось. Она быстро нашла себе нового состоятельного супруга. Сегодня Нелли Ермолаева раскрыла свой творческий потенциал на максимум. Она и телеведущая, и бизнесвумен, и актриса, и певица. Ей даже доводилось вести крупный концерт в стенах Кремля. Алена Водонаева. Алена Водонаева с первых дней на проекте зарекомендовала себя в качестве яркой и эксцентричной участницы. Так как по образованию Водонаева, журналист, то и после «Дома 2», она продолжила работать в качестве автора для «Глянца» и телеведущей. С годами внешность Алены сильно изменилась, но по натуре она осталась прежней, ничего не стесняющейся и дерзкой. Влад Кадони. Влад Кадони стал популярным как раз благодаря проектам ТНТ. Да, «Дома 2» он был участником битвы экстрасенсов. К оккультным наукам его привела мать, ясновидящая Елена Голунова, кстати, тоже героиня. Битвы. На. Стройки. Кадони создал эпатажный образ и нередко конфликтовал с другими героями. Много лет спустя он занял место ведущего «Дома 2» вместе с Ксенией Бородиной. Елена Бушина. Елена Бушина провела на телестройке третьего года. Во времена проекта Бушина упрекали за склочный характер. У нее не складывались отношения ни с одним избранником. Свою вторую половинку яркая участница нашла за периметром. Елена вышла замуж за бизнесмена, родила детей и посвятила себя семье. У девушки нашлось время и для своего бизнеса. Бушина занималась производством детской одежды. Ольга Солнце. Ольга Солнце, Николаева, была одной из первых участниц на «Доме 2». Несмотря на бунтарский нрав, она дважды становилась королевой проекта, а также получила в подарок от организаторов машину и квартиру. Ольга всегда увлекалась музыкой. Даже гимн «Дома 2», тот самый про 15 клевых людей, был создан именно ей. Ксандр Гобозов. Александр Гобозов то уходил с проекта, то снова возвращался на него. Он вместе со Степаном Ненщиковым и Романом Третьяковым стал чуть ли «Лицом дома 2». После проекта Гобозов попробовал заниматься бизнесом и сетевым маркетингом, женился и стал отцом. Однако в жизнь мужчины вмешалась тюрьма. Александру дали полтора года заключения по делу о разбое. Марина Африкантова. Когда Марина пришла на проект, она уже была состоявшейся моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2012». Девушка едва не вышла замуж за другого участника, Андрея Чуева. От свадьбы ее отговорила мама. Своё счастье Африкантова обрела с Романом Капоклы. Правда, их отношения в итоге привели к разводу и оказались красивыми только по фотографиям в сетях. Сейчас Марина живет свою лучшую жизнь. Много путешествует и ходит по телешоу.